В одну из столичных школ новый учебный год начался с открытого урока, посвященного 30-летию независимости Кыргызстана. Большинству школьников сложно скрыть свои эмоции. Оно и понятно, ведь они не сидели за партами более года. Атмосфера действительно непередаваемая. Полтора года школьники и педагоги ждали этот день с нетерпением. В школе обучается 1800 детей, в их числе и те, кто впервые услышал первый звонок. В учреждении проведен ремонт и соблюдены все санитарные нормы. От государства нам было выделено 500 тысяч самов, на которые мы произвели ремонт школы. Также были приобретены для кабинетов два класса комплекта мебели. И государство также для санитарной безопасности наших ребят выделили нам санитайзеры. Также были выделены рецикуляторы. Эти рецикуляторы на сегодняшний день – это очистители воздуха. Они расположены у нас, оборудованы в каждый кабинет. И через каждый урок будем очищать кабинет. Наряду с государственными и муниципальными образовательными учреждениями свои двери распахнули частные школы. Первоклассникам понравилось практически все, начиная от школьного инвентаря и педагогов и заканчивая столовой. Я скучал по одноклассникам и по школе, и по учителям. В новой школе тебе особенно что понравилось? Особенно? Потому что она большая. Мне понравилась учительница. По урокам, по учителям. А еще по одноклассникам скучала? Мне больше понравилась графика. Стены, видео, шкафчики тоже. Знаете, немножечко волнения есть. Это не первый мой первый класс, но волнуюсь я больше, чем предыдущие года. Потому что перерыв был все равно у детей, был какой-то перерыв у учителей. Начинаем заново входить в профессию, получается. Ну, я думаю, у нас все получится, потому что опыт у нас большой. С детьми мы ладим, детей любят, дети нас тоже любят. Поэтому, я думаю, все получится. Тем более у нас как бы новая школа. Не меньший восторг и радость испытывают и родители школьников, ведь они не понаслышке знают все прелести онлайн-обучения. Волнуемся, наверное, сильнее, чем наши дети. И дистанционное обучение было вынужденной мерой. Но мы все понимаем, что это повлияло на качество образования. Перекладывали портфель несколько раз туда-сюда. И сегодня это настоящий праздник для наших детей и для нас тоже. Мы отводим детей в новую жизнь, так сказать. Они у нас выросли. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! С учетом эпид-ситуации, начало оффлайн-обучения было перенесено на 15 сентября. Стало быть, все без исключения образовательные учреждения подготовились к новому учебному году скрупулезно. Потенциальная проектная мощность нашей школы рассчитана порядка на 650 человек. В будущем специализация, вернее, мы выбрали направление специализации. Это три. Это математика, информатика и английский язык. На сегодня в стране функционирует 2200 школ, где обучается более миллиона детей. Как и полагается, все учреждения своевременно проводят санитарные мероприятия, согласно общепринятым правилам. Ведь от этого зависит здоровье подрастающего поколения. Улан Касенов, Руслан Саботаров, Аллато, 24. Руслан Саботаров, Аллато, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова